Привет из Линдоу, небольшого курортного города на берегу Боденского озера. Линдоу называют чистящую Баварской ривьерой из-за его удачного месторасположения. Аппозиционно на восточном берегу Боденского озера на границе с Австрией. И в хорошие дни видна здесь вся красота Альп. После обильных снегопадов на этой неделе наконец-то у нас установилась хорошая погода и зацвели все деревья и цветы, ну или почти все. Боденское озеро – второе повеличение в Европе. Делят между собой его три страны – Германия, Австрия и Швейцария. Линдоу – это город-остров. Один из десятин островов на Боденском озере. Не самый большой, но однозначно самый-самый красивый. И всю красоту покажу вам я сегодня. Сейчас мы проходим мимо старейшего ресторана в Линдоу. Называется он Альтепост. Кстати говоря, первая почта между Линдоу и Миланом зародилась именно здесь. В Линдоу именно в этом помещении была раньше, собственно, перегрузка почты. Там, где могли почтальоны также покушать, переночевать. А сейчас здесь ресторан. И очень-очень даже неплохой. Правда, он закрыт в связи с ковидом, но можно заказать и взять что-то с собой. А этот домик был построен в 1337 году. Сейчас мы с вами пройдемся к озеру. Сейчас вот этот маленький узкий проход. Конечно же, сейчас, если вы метр хотя бы метр восемьдесят или метр девяносто, то здесь вам очень-очень тяжело придется проходить. А мне, как человеку маленькому, свободно себе прохожу. И вот иду, 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 иду по этому проходу. А балки действительно еще с 14 века здесь лежат. И уходим в такой миленький-миленький дворик. А из миленького дворика мы направляемся куда? Вот прямо к озеру. В маленьком пляже келетом вовсю купаются не только детвора. В метеокатолическом ордене францисканцев был поставлен этот памятник францисканскому монару, пасынокам. А в здании театра раньше находился францисканский монастырь. Ну, а сейчас там культура внутри. Поправляемся с вами дальше. На променад, в гавань. И видим перед собой Манктур. Квадратную каменную башню, построенную еще в 12 веке. Это старый маяк, и он служил верой и правдой до 19 века. Это очаровательное место. По моему мнению, это самое красивое место вообще на Боденском озере. И не потому, что я живу здесь, а потому, что это действительно самое красивое место. Отсюда открывается прекрасная панорама на Альпе. Келеф был построен в 1856 году. И весит целых 50 тонн, а высотой аж 6 метров. Сейчас открывается замечательный литр на Альпе и на Новый Маяк. Новый Маяк был построен в 1832 году и насчитывает 136 ступеней. Если хотите, вы можете подняться наверх. А тут открывается прекрасная панорама на Альпе и на набережной. А лев был построен в 1856 году. Конечно же, набережная в начале 19 века выглядела совершенно другим образом. Здесь не было вот таких укрепленных подходов ни к маяку, ни к льву, и вообще их и в помине еще не было. Чтобы раздобыть камни для укрепления гавани, пришлось разобрать крепостную стену. Ну, кстати говоря, жители города были немеренно рады этому событию. Наконец-то настала свобода. Там, где сейчас находится Манктур, там городская стена и заканчивалась. В этом доме находится сейчас кафешка, называется «Нахугу». Раньше этот дом тоже был торговый дом в старом древнем средневековом Линдау. А мы идем дальше по Максимилианштрассе, центральной улице Патриция Улитова, и направляемся к Старой Ратуши. На Максимилианштрассе находится Старая Ратуша. Она была построена в 1422 году в популярном тогда готическом стиле. Ну, потом было позже перестроено, уже в стиле Ренессанс. На вот этом балкончике изображены 10 заповедей Христа. Фасад Старой Ратуши украшают яркие красивые фрески, на которых изображены сцены из истории жизни города. Мы славим только его, только Господа. Это напоминание о том, что город достаточно евангелический, поскольку это символ Евангеликой. Этот маленький памятник посвящен детскому празднику в Линдау, который был организован еще в 1654 году Валентином Хайдером. Мы выходим с вами на Максимилианштрассе, главную центральную улицу Линдау. Конечно же, в Средневековье здесь селилась в основном знать, поэтому для средневекового города эта улица очень широкая. А я стою рядышком с домом Цумсюнфца. Цумсюнфца так называлась гильдия в Линдау. Естественно, что-либо продавать, гильдия купцов, что-либо продавать можно было только тогда, когда ты являлся участником этой гильдии. Это была своего рода корпорация, потому что надо было держать цены, надо было не допускать чужих на продажи. А на поле... По другой стороне, напротив дома Цумсюнфца, Цумсюнфца, вы видите вот такие вот фахверковые здания. Их в Линдау немного. Кстати говоря, фахверк считается более дешевым видом застройки. В основном, конечно, буржуа. Это уже французское слово, произвольшее от слова бюрга. Они любили строить каменные здания. Поэтому, если вы видите, что старый город застроен только каменным зданием, вы знаете, город был богатый. Ну, а Линдау был богатый город. Когда я первый раз попала в Линдау, честно говоря, я влюбилась. Вот влюбилась в город с первого взгляда сразу. Ну, как можно не влюбиться в эти маленькие, такие миленькие улочки, в эти домики разноцветные. Вообще, вся эта аура, весь этот флор Линдау, он не оставляет никого равнодушным. На улице Инда Групп расположен ресторанчик. Валентин называется, который, кстати говоря, отмечен в категории Мишлен. Бывали мы в этом ресторанчике, вкусно здесь покушать. На острове Линдау всегда находился на особом положении. И всё, в принципе, было на самообеспечении. И вот я сейчас нахожусь напротив здания первой пивоварни линдауарской, Линдауар Брой. Сейчас здесь уже пиво не варят, но раньше средневековья баловались, по тихой улочке Индер Групп, улице Мастеровых и Швей. Мы направляемся в сторону Воровской башни, а также в сторону церкви, самой старой на Буденском озере, церкви Святого Петра. Пороховая башня, это прочное здание, было построено в западной части острова в 1508 году, как часть городских стен, со временем она была превращена в средневековую тюрьму и получила новое название Дипстон. А вот по городской стене мы с вами можем пройтись. Кстати, здесь везде живут люди в этих маленьких, стареньких домиках и с котиками на терраске. Вот так вот все миленько, чуленько. А тут вот фонтанчик облюбовала местные детвора. Хотела хороший кадр сделать, но не получится. На остров Линдоу можно попасть двумя путями. Первый путь – это пешеходный автомобильный мост, по нему мы и пришли на остров, а второй – это поезд для железнодорожного транспорта, поскольку и главный вокзал находится тоже на острове. Наша небольшая экскурсия сегодня будет к концу. Я надеюсь, вам понравилось. Я желаю вам прекрасного солнечного настроения не только на выходные, не только на весь апрель, а всю жизнь. Такого вот цветущего, с таких сочных ярких цветов. И желаю вам всего-всего самого-самого наилучшего. До новых встреч, друзья! Субтитры создавал DimaTorzok